Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников и скульпторов с описанием этих работ по книге Великий Музей Мира. Джакомо Манцуо. Нина сидящая на стуле. 1049 год. Вот бронза, высота 113. Джакомо Манцони, таково подлинное имя замечательного скульптора, родился на самом севере Италии, в Вергамо, в семье Башмачника. Словажные статьи характеризуют его искусство, как побравшее в себя черты утонченного пластицизма возрождения, гротеска и натурализма. Такое непростое сочетание подразумевает высокий профессионализм, которого Манцуо достиг в основном самостоятельными занятиями. Скульптурой он увлекался с ранних лет. Первыми моделями были для него 10 братьев и сестер. Он рисовал и лепил их неустанно. В 11 лет мальчику пришлось оставить школу и начать работать, чтобы помогать семье. В плотную художественную профессию он подошел в армию. Во время солдатской службы в Вероне молодому человеку удавалось посещать местную академию. Он с удовольствием выполнял студии с антиков. Талант Манцуо считался универсальным. Будучи другом папы римского Иоанна XXIII, он делал рельефы врат смерти для собора святого Петра в Ватикане. А как коммунист был привечаем и областен в Советском Союзе. В 1966-м даже удостоился Международной Ленинской премии за укрепление мира между народами. Трагический мир, поплатившийся в монументальных религиозных композициях Манцуо, естественно, сопрягался в его творчестве с лирической камерной струей, что так определенно считывается их представленной скульптурой. В подобных произведениях Манцуо на грани гротеска, обладая загадочным умением передавать в пластике состояние подвижности человеческой души. И здесь статика положения девушки, сидящей на стуле, готова взорваться от той внутренней энергии, которую художник подсмотрел в этом на мгновение расслабленном юном теле. Вот такое описание к работе Джакомо Манцу, Нина, сидящая на стуле, 1949 год, описание по книге «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания.